Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран и Дилан вернулись из Мардина, жители особняка приветствуют их у дверей. Потом, когда госпожа Азади сказала, что если бы вы мне сказали, я бы тоже пришел. Когда Хасан сказал, ты ушел так же, как мой племянник, украв товары из огня, а моя мать давно хотела пойти. Баран пристально смотрит на Хасана. Господин Кудрет говорит так, будто мы его допрашивали вот так, он говорит, иди внутрь, отдохни, и закрывает тему. Пока господин джевдит и сеет пытаются найти мать Дилана, Ханифе попадает в беду. Когда Дилан и Берон находятся в своей комнате, Дилан держит барана за руки и говорит, что мы дома, Баран говорит, добро пожаловать домой. В то время как Дилан выражает радость по поводу того, что он нашел много вещей вместе со своей матерью, как только приехал, Дилан взволнован, когда Берон говорит, что я рассказал об этом отцу, и он уже начал исследование. И когда он говорит, как мне повезло, все стараются для меня, говорит Баран, семья этого требует, давайте собираться, спустимся вниз и посмотрим, что они нашли. Когда госпожа Сабиха видит записку Гэжи Ханифе, она думает, что это означает, что они очень близки, и Хикмет передал Дилана Сииту, пока он был в тюрьме. Когда Дилан говорит, что она моя дочь, а Хевен говорит, давай будем осторожны, Сабиха злится, потому что ты всегда так думаешь, и если ты признаешь, что ты моя дочь только один раз. Хевен говорит, что я говорю это для того, чтобы ты не разочаровался, и хотя Дилан, твоя дочь, она всегда считала других своими родителями, и когда она узнает об этом, она будет разочарована, и это ее расстроит. Госпожа Сабиха говорит, нет, я этого точно не допущу, сделаю все возможное, чтобы ее не расстроить, скажу мужчинам, чтобы они тщательно разобрались. Пока Баран сидит в кабинете с Джиханом и его отцом, Гуль приносит кофе, и когда Баран спрашивает, как дела, он говорит, что у него все хорошо, благодаря тебе, и уходит. Пока они обсуждают дела, звонит телефон Барана, и это адвокат. Пока Дилан распаковывает чемодан, он говорит сам с собой о том, как найти свою мать. В это время ко мне пришел на помощь Гуль, вообще-то я собирался приехать, но Баран Ага спрашивает, давай посмотрим, нужна ли нам помощь. Гуль говорит Дилану, что он создал для тебя дом, и отныне мы будем слышать щебетание детских голосов в Конкате, если даст Бог. Когда Гуль понимает ситуацию и говорит, что пора вынуть ночные рубашки из урны для голосования, Дилан смущается и заставляет ее замолчать. Когда Гуль узнает, что работы больше нет, она выходит из комнаты, чтобы приготовить ужин, а Дилан кладет на кровать все, что нашла о матери, и говорит, вот краткое содержание моей жизни. Баран очень зол после разговора с адвокатом, потому что они проиграли дело. Пока они говорят о том, будет ли отменено это дело, приходят Хасан и Феррак. В то время как Хасан говорит, что Дерья была права, и мы получили новости, Феррак говорит, как мы можем избавиться от этой Дерьи. Когда Баран сердит и хватает Феррака за ошейник и говорит, что это из-за тебя он принес его к нам, Феррак отталкивает руки, а Дерья защищается, говоря, что хоть это и моя вина, но в акциях это не моя вина. Господин Кудрет вмешивается и говорит, что сейчас не время сражаться, нам следует собраться вместе и подумать вместе. Пока господин Джевдит и Сейд вместе с Харуном готовится к открытию магазина, госпожа Ханифе и Севрия не одобряют эту ситуацию. Мисс Азади отводит Барана в сторону и спрашивает, почему вы оказались в такой ситуации. Он спрашивает, как быстро ты забыл, что эта девушка сказала и сделала с тобой. Баран говорит, что этот вопрос закрыт, это не так, как вы знаете, в этом особняке, где Лан, моей жене, будут относиться так, как положено. Если кто-то поступит иначе, он найдет меня перед собой и уйдет. Когда он видит в руке Хасана Джихана посылку с файлами частной больницы, он пытается выяснить, что тот делает. Дядя Джихан скрывает это, говоря, знаешь, я изучаю медицину. Дилан спрашивает, если бы моя мама была со мной, ничего бы такого не произошло, разве это не грустно? Баран говорит, что прошлое осталось в прошлом, не волнуйтесь больше, мы будем смотреть вперед, у нас будут дети, сначала начните хранить их одежду на память. Дилан сказала, я все равно не могу выбросить их крошечные вещи. Когда я спросил, будет ли с ними их бабушка, Бэрон ответил, возможно ли, чтобы ребенок вырос без бабушки. Джихан берет посылку и приносит ее в комнату Барана и Дилана. Когда Дилан говорит большое спасибо Джихану, она говорит, у меня все в порядке с моей тетей, а затем оставляет их, говоря, я сбежала, у меня есть работа. Он немедленно сообщает Дживахиру, что они поссорились после инцидента в с участием Хасана Барана из-за Феррата. Фактически они купили на деньги адвоката Барана, и поэтому Баран проиграл дело. Пока Роза вытирает пыль, Феррат подходит к ней и говорит, оставь это, я принес тебе чай, сиди здесь. Гуль протягивает Феррату чай, который он принес ей, и говорит, пойдем, господин Феррат. Госпожа Азади снова ругает Гуля и просит чая. Когда Феррат говорит, мы понимаем вашу проблему, но разве вы не затянули ее немного, Феррата ругает. Когда Гуль приходит на кухню налить чай, к ней подходит Феррат и говорит, теперь я поговорю с женой, мне трудно это сделать, мне нужно срочно решить этот вопрос, и уходит вместе с ней. Дилан и Баран изучают файлы и в этот момент находят имя по имени Эсра Елмаз и волнуются, но год рождения не совпадает. Пока Дилан говорит об этом, Бэрон просто наблюдает за Диланом, и когда Дилан спрашивает, что случилось, я наблюдаю за своей женой и даже запоминаю это. Я не могу насмотреться на это. Они выходят из комнаты, чтобы мы могли взять перерыв. Когда они уходят, приходят голодая, ставят повсюду свечи, кладет на кровать белую ночную рубашку и красную розу. После этого свекровь на меня очень рассердится, но что же нам делать, она спрашивает, можно ли было хранить это только в сундуке для приданого, и выходит из комнаты. Когда он выходит, он очень пугается, когда внезапно видит перед собой Феррата. Когда Феррат спрашивает, я напугал свою жену, Гуль прикрывает рот рукой, и они очень внимательно смотрят друг другу в глаза. Когда Феррат подходит к Гулю, он спрашивает, что ты делаешь, Феррат. Но Феррат думает о том, как найти решение этой проблемы. Пока Сабиха вспоминает момент, когда Дилан подарил ей браслет, и думает, Хавен пришел и узнал, что Хикмет взял на себя вину за Сейдпея. И после всего, что она узнала, госпожа Сабиха опечалена тем фактом, что они отдали Дилана в качестве платы за кровь, и что мы вместе разрушили жизнь ее дочери. Когда Хавен говорит, успокойся, ты не появишься перед Диланом, пока все не прояснится, госпожа Сабиха говорит, что у меня больше нет терпения ждать даже минуту, я пройду тест НК. Дилан приходит в комнату и, увидев окрестности, понимает, что Гуль приготовила это. Пока Дилан смотрит на ночную рубашку, в комнату входит Бэрон, и Дилан тут же пытается спрятать ночную рубашку. Когда Бэрон смотрит на комнату и говорит, что она выглядит красиво, Дилан говорит, что я этого не делал, Бэрон спрашивает, могу ли я спросить что-то еще, и спрашивает, что ты прячешь за спиной. Дилан не показывает этого, говоря, что это не важно, и это вообще не важно. Пока она пытается отойти и посмотреть, не слишком ли здесь жарко, и приоткрыть окно, Бэрон внезапно хватает ее, и с нее падает ночная рубашка. Рука. Когда Бэрон берет ночную рубашку, Дилан говорит, я не понимаю, как это произошло. Пока Дилан спит, Дилан видит во сне свою мать, в то время как Бэрон ласкает волосы своей матери так же, как Дилан ласкал ее, когда он был маленьким. Когда он просыпается, он рассказывает Бэрону. Бэрон сделал альбом из фотографий, сделанных с Диланом в Мардине, и подарил его ей. Есть пустые страницы, мы вместе их заполним, говорит он и обнимает их. Дилан роется в документах, но не может найти никакой информации о своей матери. В баране Джихан говорит, не теряйте надежды, нам есть что найти и принести записи из обеих больниц. Сабиха и приглашает ее к себе домой на кофе. Когда госпожа Сабиха говорит, что ей есть о чем поговорить, когда госпожа Сабиха не говорит об этом Дилану по телефону, Дилан говорит, тогда я приглашу тебя в особняк, и госпожа Сабиха соглашается. Джефф Детрат начать новый бизнес и делится им с кином Сиитом. Гану Сииту звонит Тахсин и сообщает, что они нашли адрес. Госпожа Сабиха приходит в особняк, покупает гульсоломну, и вскоре придет господин Баран и спрашивает, что мне вам предложить, госпожа Сабиха тупо смотрит на нее. Затем приходят Баран и Дилан, Баран идет в учебную комнату, Дилан говорит, пожалуйста, дайте мне знать, если Джихан позвонит и придет к Сабихе Ханэм и поприветствует ее. Госпожа Сабиха спрашивает, вы поехали в Мардин, не поймите меня неправильно, почему вы поехали? Дилан говорит, что мы пошли туда подышать свежим воздухом. Госпожа Кадер объясняет, что Салих позвонил и извинился за содеянное. Когда госпожа Кадер спрашивает Гуля, ты забыл на рынке мой бумажник, Гуль отвечает, возьми его в мою сумку, мама. Но когда Дилан и Сабиха подают угощение, он понимает, что свидетельство о браке находится в его сумке. Когда Баран сообщает Дилану, что звонит Джихан, он и Баран выходит, и Дилан спрашивает Гуль, может ли она проводить Сабиху Ханэм. Когда госпожа Сабиха говорит, не беспокойтесь, я сама пойду туда, Гуль тут же бежит на кухню и настойчиво зовет, мама. Они просто смотрят друг на друга. Когда госпожа Сабиха выходит с кофейной чашкой Дилана, она почти радуется, что все станет ясно, когда она отдаст эту чашку в лабораторию на анализ НК. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok